Всем привет! Меня зовут Николай Соболев и первый канал не перестает удивлять. Редакторы главного ресурса страны, видимо, очень гонятся за славой битвы экстрасенсов. Вы только подумайте, сначала они изобрели детектор лжи, который никогда не ошибается. Это правда, абсолютная правда. Затем в передаче Якубовича парнишка гнул ложки полушариями своего мозга под удивленные возгласы усатого. Как это? Знаете, я много лет упорно тренировался для того, чтобы повторить один в один все, что делали эти люди. Но меня даже не записали в книгу рекордов первого канала и, конечно же, я расстроился. Но все равно продолжил смотреть телевизор, ведь это первый канал, его смотрят миллионы. Ну разве нас могут обманывать? Конечно, нет. Знаете, я верил, что они могут исправиться, я верил, что всему есть предел. Но недавно я наткнулся на шоу Максима Галкина. Самое таинственное и удивительное шоу «Звезды под гипнозом». Твою мать, я же тебе верил. И вот тут моя вера окончательно иссякла. Это, друзья мои, полный пиздец. Господи боже ты мой, блять, что происходит? Прежде чем мы окунемся в этот удивительный мир пиздежа и садомии, обязательно поставьте лайк этому ролику, потому что потом вы просто не сможете этого сделать. И нет, я не буду вас гипнотизировать, как вот этот странный мужик в шапке на первом канале. Глубокий выдох. Но, скорее всего, ваша правая рука прилипнет ко лбу. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я. «Звезды на льду, танцы со звездами, цирк со звездами, бокс со звездами». Ну все это уже было, все уже устали от этой херни. Соответственно, она не приносит больше столько денег. Гонорары за лупа. Но они решили не останавливаться, они принялись углубляться. Дальше достигли дна и начали свои раскопки. «Такого на отечественном телевидении еще не было!» Да, действительно, так сильно вы еще не позорились. Браво! «Стоит сразу сказать, прежде чем мы начнем, я верю, что гимнатического эффекта можно добиться, но это никакая не магия». «Как это?» Да что ж вы так сильно удивляетесь, что все время Леонид Аркадьевич, гипноз, это обычная психология. «Нихуя не понял». А я вам сейчас все объясню. Вот как вы думаете, что нужно для того, чтобы гипноз получился? Может быть, третий глаз или развитые полушария мозга? На самом деле, все, что нужно, это просто сговорчивые фантазеры в зрительном зале, которые сначала готовы поверить в эту фигню, а потом с удовольствием вытворять вот такую вот дичь. «Это точно происки дьявола какого-то». Но тут стоит понимать одно. Ни один гипнотизер не может заставить вас делать то, чего вы делать не хотите ни при каких условиях. Даже если этот мужик в черном скажет «Ты должен убить свою маму». Вы никогда не будете этого делать. «Пошел нахер!» Гипноз – это неизмененное состояние сознания. Это обыкновенный самообман, ведь люди склонны верить во все мистическое. «Мистика». В 90-х годах наши папа и мама верили профессору Кашпировскому и другим популярным шарлатанам. Эти чудики делали из обычной воды святую. Они готовы были прямо через телевизор излечить вас от инфаркта. «Дело в том, что акцент будет идти на заболевания сердечно-сосудистой системы и всеми отклонениями, которые связаны с этим». И, конечно же, люди, у которых были определенные проблемы. «Нереальные проблемы с сердцем». Хотели в это поверить. И они даже думали, что чувствуют, что им становится лучше. Сердечко начинает чаще биться. Хотя этот мужик просто пять минут махал руками в разные стороны. Мастер спорта по вранью и завышенной самооценке. И таких примеров самообмана в нашем мире, ну, миллион. В 1976 году астроном Патрик Мур разыграл слушателей, объявив, что Плутон пройдет за Юпитером. Он заверил своих слушателей, что гравитационное поле Земли в этот момент ослабеет. И вы можете ощутить чувство полета. И, конечно же, это был полный пиздеж. Но со всей страны посыпались звонки с рассказами о чудесных ощущениях. А одна женщина даже уверяла, что летала по комнате со всеми своими друзьями. В каком удивительном мире мы живем. Из этой истории мы можем сделать два вывода. Люди, пытаясь привлечь внимание к себе, постоянно лгут. «На, серьезно?» А также они склонны поверить в то, что говорит с серьезным видом этот странный мужик на Первом канале. «Пальцы срастаются, переплетаются воедино». Люди верят и ждут, что вот-вот они потеряют контроль над своим телом. Они начинают верить, что их добровольные действия становятся недобровольными. Гипнотизер говорит. «Невозможно рассыпить пальцы». И в зале обязательно находятся люди, которые готовы в это поверить. Они не могут реально разжать руки, они начинают ползать и гавкать, как собачки. Загипнотизированные добровольцы делают и нечто странное. Потому что они ощущают интенсивное давление, заставляющее их реагировать и развлекать аудиторию. О да, с задачей развлекать людей звезды на Первом канале справились просто превосходно. Твой новый трек тебе я подарю, и ты поймешь, что я тебя ищу. Че? Хотя знаете, звездами, как и хорошими актерами, их можно назвать, ну, с большой такой натяжкой. Аркадий Укупник, Доминик Джокер, Прохор Шаляпин. Короче, либо это звезды, которые таскаются по всем низкосортным ток-шоу, либо это люди, которых последние лет 10, ну, вообще никто не вспоминает. Алексей Глызин! Что, блядь, это такое? И цель прихода у них одна, это пиар. Либо собственной персоной, либо какого-то своего мероприятия. Вы сейчас готовите новое грандиозное шоу, правильно? Поподробнее об этом, расскажи. Охренеть, как интересно. Короче, взяли самых нуждающихся. Но важно даже не то, кто эти люди, а что они готовы были устроить в этой погоне за хайпом. Я открыта к любому эксперименту. Кто бы сомневался. Вначале гипнотизер устраивает показательное представление и поочередно всех усыпляет. И вот теперь внимательно смотрите за тем, что происходит. И спать максимально полно. И спать. Спать полностью, но сам или не успел. Создается впечатление, что звезды теряют контроль над своим телом, они не понимают, что происходит, валятся на ноги. И, конечно же, все это обман. Где бруфы? Сейчас все будет, смотрите, через 20 минут гипнотизер дает точно такую же команду. И спать. Глаза закрывается, максимально полное состояние расслабленности. И вы только посмотрите, никто даже не шелохнулся. Ребята, а че ж вы стоите, как вкопанные? Вы же 20 минут назад падали. Что же изменилось? Это какая-то новая магия? Врать мне ноги! Не изменилось ничего, просто в первый раз звезды эффектно валились, понимая, что их тело поддерживают. А в этот раз по сценарию они должны отыгрывать совсем другую роль. Постановка! Именно этот малюсенький факт говорит о том, что телевизионщики продолжают выполнять свое кредо по жизни. Обманывайте народ. Звезды не теряют контроль, его невозможно потерять. Они просто исполняют то, что им говорят по сценарию, для того, чтобы вся страна сидела и охреневала. Ничего себе Доминика Джокера плющит. Я охерел просто. Вы не поверите, Иса Багиров заставил их думать, что они являются персонажами фильма Кинг-Конг. Просто удивительное зрелище. Вы ощущаете себя огромной обезьяной. Это состояние начинает у вас усиливаться. Из своих родных джунглей вы перемещаетесь на вершину небоскреба, очень высоко над городом. И вас начинают атаковать вертолеты. А меня начинает атаковать приступ безудержного смеха, когда я смотрю, как эта девушка изображает обезьяну. Крущатся над вами. Конечно же, самая качественная обезьяна получилась из Доминика Джокера, но счастье продолжалось недолго, потому что гипнотизер дал новую установку. Все становятся человеками-пауками. Вы обладаете всеми его способностями. Ваша пластика точно такая же, как у этого героя. Пиздец. И снова видно, кому пиар нужен больше всех. Странно, что Доминика еще в Марвел не пригласили. Но что было дальше? Они попали в другое измерение? Их похитили пришельцы? Дальше был фильм Рокки и очередная порция испанского стыда. Ваши движения отточены? А в кадр почему-то начали вбегать обычные люди из зала, которых даже не гипнотизировали. Обалдеть, какой сильный гипнотизер. Ой, ешкин кот, а? Какая ж это все хуйня. И я вам сейчас показал лишь одну десятую того пиздеца, который там происходит. Вот звезды не могут найти свой собственный нос. Вы посмотрите на эти эмоции. Вот Сати Казанова верит, что Аркадий Укупник это ее брат-близнец. Твое лицо, твои волосы. Да, я реально не пошутил. Вы посмотрите, какая семейная драма. Я его не знаю, но он похож. А как? Блин, ну просто передача «Жди меня». Жалко только, что и Сати крайне хреновая актриса. Да, Сати? Да. Хуже только Прохор Шаляпин, который изображает встречу со своей потерянной сестрой. Где ты была все эти годы? Галке, ну аж неловко там находиться. Я его прекрасно понимаю, даже мне было неловко смотреть за тем, как Доминик Джокер превратился в маленького ребенка. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну ты же парень-то такой способный, видный. Обезьяный. Кем? Обезьяный? Ну кто бы сомневался. Знаете, я почему-то совсем не удивлен, но при этом я нахожусь в глубочайшем шоке. Я не верю, что это вообще показывают по первому каналу. Да представьте себе, мы сами не верим, что нам это показывают. Даже ваши коллеги с соседних каналов вас и то зашкварили. Я все понимаю, эфир, развлекалово, но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Но, пожалуй, есть только одна вещь, еще более зашкварная, чем убогие постановочные шоу с отвратительной актерской игрой. Вы издеваетесь, что ли? А как? Это сворованные убогие шоу первого канала, и да, вы не ослышались. Сценаристы настолько, блядь, обленились, что они берут и просто под копирку сдирают задание с зарубежного проекта, который снимался во Франции. Для Фердову заметься в суд. Хм, погодите-ка, где-то мы это только что видели. Это ваш соперник? Как вам не стыдно? Им совсем не стыдно, им лениво. В аналогичном украинском шоу женщину, так же, как и Доминика Джокера, отводят в детский сад, где в подарок она получает картошку. Вот угадайте с одного раза, на какой предмет сценаристы первого канала заменили картошку? Да, блядь, ни на какой, у Доминика тоже была картошка. Вы чего не могли картошку на что-нибудь другое заменить? Блядь, как у вас это получается? В предвкушении, что же будет дальше? А дальше, самое забавное, кто же этот загадочный человек Иса Багиров, который довел всю страну до приступов смеха? Посмотрите мне прямо в глаза. Интересно, вы видите то же самое, что вижу я? Шарлатана, обманщика и посредственного фокусника? Человек, меняющий сознание. Мне кажется, что это пиздеж. Иса Багиров, он же Иса Кадыров, сын финалистки 8 битвы экстрасенсов Галины Багировой. Да, разводить людей на федеральных каналах, это у них семейное, оказывается. Сейчас время такое пришло, она всем докажет, кто она есть. Ну, правду говорит просто. Бузова аж расплакалась, она еще ее сына не видела. Вы посмотрите, какой накачанный красавец. Виртуоз психотехнологий. Чего? Я сделал одну интересную вещь и зашел на его официальный сайт. И, во-первых, я понял, что он подчистую слизан с такого же сайта зарубежного фокусника Дэрена Брауна. Как же так вышло-то, блядь? А, во-вторых, оказалось, что Иса Багиров это не гипнотизер, это новый мессия. Обучение ментализму, чтение мыслей. Наверное, с помощью разных полушарий мозга. Да ладно! Обучение гипнозу, мгновенный гипноз, шоковое наведение. Что бы это ни значило, вы теперь сможете сделать из Доминика Джокера обезьяну в домашних условиях. Степенно. Обучение парапсихологии, развитие сверхвозможностей, целительство и многое другое. Что за магия? Господи, Иса Багиров, да кто же ты вообще такой? Это же ангел! И он сможет сделать вас ангелом, если вы, конечно же, ему заплатите кругленькую сумму. А если у вас недостаточно денег, то он может, в принципе, и фитнес-тренером подработать. Думали, это была шутка? Установка на похудание, системный подход контроля веса. Да, я не шучу, он составляет даже программы тренировок в тренажерном зале. Вот так вот. А раньше он называл себя мастером фэн-шуи, участвовал в говнопередачах про экстрасенсов. Странно, что он не обучает бесконтактному бою и даже ни разу не выигрывал Мистер Вселенная. А это было совсем непросто. И для меня стало абсолютно очевидно, что в нашем мире появилась новая профессия, которая называется сценическое пиздобольство. И вот такие вот профессионалы готовы быть кем угодно. Гипнолог, металлист, автор современной психотехнологии. Так. И все такое. И все такое. Ну вы поняли, он даже может грузчиком, блять, на дачу подработать, если вы ему хорошо заплатите. Почему нет? Хорошо. Ведь главный мотиватор таких людей это не божественный дар, а самые обыкновенные смертные деньги. Они палились рекой, да, и это меня сподвигло еще на большее свершение. Так я гипнотизер. Я честно не знаю, как вам, но мне крайне стыдно смотреть за тем, как российские звезды позорятся, изображая из себя каких-то идиотов. Просто какой-то зоопарк, ёпта. Кстати говоря, угадайте, как они попытались доказать, что все, что там происходит, это чистая правда. Они пришли на передачу «Детектор лжи» на том же самом первом канале, где их спросили, ребята, ну скажите честно, вы подыгрывали этому человеку? Нет. Ответ нет, правда. Ничего себе вы классно придумали, ребята, ну просто респект. Гениально. То есть, правильно ли я понимаю, что одни шарлатаны доказывают честность других шарлатанов? Ну нихрена себе вы, ребята, всех за идиотов там держите. Что ж, браво, ёпта, охуительно. Но знаете, еще больше меня трясет, что услуги этих обманщиков просто на всю страну рекламируются на первом канале. Это слишком большой пиар для него. В прошлом выпуске я уже рассказывал, вот сколько денег тратят российские граждане за один год на услуги экстрасенсов. И вот отличный вопрос, вот почему государство до сих пор никак не проконтролирует их деятельность? Они же не могут пройти ни одного адекватного теста. Но только за часовой разговор по скайпу они берут около 30 или 50 тысяч рублей. 32 тысячи рублей за часовую консультацию по скайпу. 10 тысяч долларов или 600 тысяч рублей платят люди Исе Багирову за то, что он обучает их парапсихологии. Вот тут уже вопрос не к нему, а к людям, которые платят эти деньги. Вы чайбанутые, что ли? И самое тупое, что такие передачи будут сниматься и выпускаться до конца веков, до тех самых пор, пока люди не прозреют и не поймут, что никаких экстрасенсов и чудес в нашей жизни просто не существует. И единственное, что можно точно сказать о нашем будущем... Мы все умрем. Никогда не смотрите подобные телешоу, никогда не верьте в то, что какой-то экстрасенс может изменить вашу жизнь, что произойдет какое-то чудо, и вы начнете дышать свежее. Единственный человек, который может что-то изменить в вашей жизни, это вы сами. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, обязательно обсуждайте в комментариях, что вы думаете на эту тему. Мне будет крайне интересно почитать ваши комментарии. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok